МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День с толком в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коммунальные воины. Кто отремонтирует Бурнаульский дом, пока за него ведут борьбу управляющие компании? Предали земле. В Заринске захоронили урну с прахом столетнего ветерана. Летим на Марс? Зачем жители края оформляют билеты на далекую планету? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фонтан до шестого этажа. Казалось, в Бурнаульце уже забыли это развлечение, но нет. Несколько часов назад в индустриальном районе краевой столицы произошел прорыв, как утверждают жители системы канализации. Хотя многие пользователи социальных сетей уверены, что это водопровод. Ведь в канализации такого давления просто нет. Потоком воды выбило стекла некоторых балконов в доме номер 108 по северному Власихинскому проезду. Кроме того, поврежден фасад новостройки и затоплена часть придомовой территории. Предположительно, коммуникации повредили строители, которые возводят дом напротив. Оба здания являются частью жилого комплекса времена года от застройщика глав Алтайстрой. Жители отмечают, что рядом с местом стоит сильный запах нечистот. А жители этого Бурнаульского дома обратились к нам в редакцию с жалобой на управляющую компанию, которая, по словам жильцов, некачественно выполняет свою работу. Да к тому же тратит крупные суммы втайне от собственников. Сама управляющая компания уверена, жители негативно настраивают конкуренты. В непростой ситуации пытался разобраться Андрей Дреер. Как снег наголову в минувшую зиму добрая новость влилась в просторы соцсетей. Активный житель индустриального района Николай Хлудеев якобы бесплатно построил снежный Диснейленд. Каждый день Николай Хлудеев выходит с лопаты и убирает снег с детской площадки, как будто ему за это платят. И оказалось, платили. Но узнали об этом только сейчас. Зимой управляющая компания заключила договор на строительство снежной игровой площадки и ее содержание. По итогу нам показывают отчет годовые с трех домов. Сколько, если не ошибаюсь? Почти сто тысяч ему заплачено. Без нашего согласия. Несогласны жители и с подходом к обслуживанию домов. Претензий к управляющей компании у жителей много. В основном они касаются обслуживания территории. Например, покраски вот этой лавочки. Покрасили ее две недели назад. И до сих пор здесь лежат вот такие доски. Потому что сидеть на самой лавочке невозможно. Поднимаем. И несмотря на то, что краска лежит уже давно, до сих пор можно оставить ее на штанах. За штаны управляющая компания готова ущерб возместить. И принимает претензии. Директор уверяет, будут работать и по другим проблемам. Их много. Об устройство территории, мусор, качество ремонта в подъездах. Жители решили сменить обслуживающую организацию. Но провести собрание им мешают. Препятствуют, срывают объявления наши, которые мы собираем собственников, чтобы организовать собрание, поговорить, утвердить то, что мы хотим. С 31 числа нам подсунули эти бумажки, что это рейдерский захват. Не рейдерский захват. Мы хотим просто сменить управляющую компанию. И появилась управляющая компания, которая захотела принять к себе четыре дома. Для чего, конечно, нужно сместить действующую организацию, ДКХ. Развернулась настоящая холодная война. Действующая УК выступала против недовольных жителей. Появились компрометирующие листовки. Полиция постановила это. Порочат честь и достоинство. Агитация конкурентов не отставала. Жителей собрал человек, называющий себя общественным жилищным инспектором. И указывала на то, что сменить обслуживающую организацию собственникам необходимо. Человек, который называет себя общественным инспектором от жилищной инспекции, пытается совместно с одной из управляющих компаний, которая работает в городе, грубо говоря, захватить, набрать как можно больше домов. Так называемый захватчик – это ООО «Сибирский альянс». Оказалось, перевести дома под свое управление они пытаются не в первый раз и действуют довольно агрессивно. С этой проблемой сталкивались и другие управляющие компании. Ну, говорят, что у нас планы такие. Мы не остановимся. Молодая, динамично развивающая компания. Поэтому не то, что бойтесь нас, но мы вас предупреждаем. У них получалось уже как-то удачно выйти? Да, у нас один дом ушел под их управление в этом году. Сам общественный инспектор утверждает, что не призывал собственников перейти под крыло Сибирского альянса. То, что ко мне люди приходят, то, что обращаются, приносят платежные документы. Поясняю, разъясняю. Это не означает, что я перетягиваю куда-то. При этом в жилищной инспекции говорят, общественный жилищный инспектор по закону не может ни осуществлять прием граждан, ни быть инициатором проверки. Ведь возможен конфликт интересов. А некоторые жители уже задумались, поможет ли решить их проблемы смена управляющей компании, если к неубранному мусору на территории дома добавятся лишь нечистые методы. Андрей Дриггер, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. День с толком. Избирательная кампания в Алтайском крае на самом пике своего развития. Завершается прием заявок и подписи от кандидатов. В этом году выборы пройдут на трехстах избирательных участках. Выберут 228 депутатов в Зминогорском, Олейском, Крутихинском, Мамонтовском, Поспелихинском, Ребрихинском и Угловском районах. Выбирать будут глав сельсоветов, членов краевого законодательного собрания, а также пройдут муниципальные референдумы. Как нам рассказали, в Краевой избирательной комиссии сегодня уже зарегистрировали с десяток нарушений. Три из них в Варнауле. Подписи, например, не приняли от бизнесмена Андрея Крылова, который в прошлом году участвовал в предвыборной гонке. Решение об отказе в регистрации было принято на основе проверки подписи нескольких кандидатов, в том числе кандидата Горлова Евгения Анатольевича, представляющая региональное отделение политической партии, партия малого бизнеса, а также кандидата выдвинута в порядке самовыщения. И в данном случае основание у всех, в том числе у Андрея Юрьевича Крылова, это недостаточное для регистрации число достоверных и действительных подписей, представленных кандидатом. Кандидаты, отметила Ирина Акимова, чьи подписи были отклонены, вправе оспорить решение избирательной комиссии в суде. Но до выборов в этом году они уже допущены не будут. Напомню, единый день голосования пройдет в этом году 8 сентября. А эта история привлекла внимание и представителей власти, и общественности. Сегодня на Заринском кладбище на аллее ветеранов захоронили урну с останками Евгения Даильницына, скончавшегося в прошлом году в возрасте 100 лет. Напомним, меньше месяца назад урну с его прахом обнаружили на берегу реки Чумыш. Оказалось, что, согласно завещанию, его прах должны были развеять, но родственники предпочли захоронить его в водах реки. История получила резонанс. К делу подключились ветеранские организации, политические партии, и сегодня прах захоронили на кладбище в родном для покоя на Возаринске. Наш корреспондент присутствует на месте ему слова. Решили все-таки захоронить его с воинскими почестями. Присутствовала его вдова, его сын. Был произведен почетный залп из оружия. Ветеран был похоронен с почестями. И местные власти обещают содержать его могилу в порядке. Как проходило прощание, а также по какой причине родственники и организаторы похорон не исполнили, не развеяли прах покойного, не исполнили завещание, смотрите в одном из наших ближайших выпусков. Беда пришла в дом жителей Рубцовска. В понедельник вечером у семьи Гридяевых полностью сгорело жилье. Личные вещи и документы не удалось спасти. Но, к счастью, все живы. Предварительная причина трагедии – замыкание электропроводки. В семье Гридяевых двое детей 3 и 11 лет. Старшему ребенку в первую очередь требуется все, что нужно для учебы в школе. Сейчас на ваших экранах телефоны родителей. Можно звонить им лично или их другу Дмитрию. Он находится в Барнауле и готов забрать вещи. И семья будет благодарна любой материальной помощи. В данный момент, конечно, нам необходима материальная помощь, строительные материалы на постройку нового дома. И в первую очередь, что в 11 сентября, мы готовы к старшему ребенку, что младший должен был в 12 августа пойти сзади. А в Барнауле помогли пенсионерам. Бесплатный тренажерный комплекс для пожилых. Барнаульцев открылся в территориальном общественном управлении Тимуровский. Благодаря гранту поддержки инициатив поправить свое здоровье в мини-спортзале теперь смогут все желающие. Полина Жданова продолжит. Массаж и активный образ жизни. Теперь пожилые барнаульцы смогут поддерживать свое здоровье с помощью современных электромассажеров. Это и сык, и доносы. Очень хорошо. Очень. Я говорю, так бы еще подкрякивали. От кайфа какого тут получаем нет. И особенно хорошо там ноги, когда тоже от ног все. Там все пальчики. От мизинца до самого большого. Всего в спортзале 4 массажных аппарата. Два для лечения ног, накидка для плечевого пояса и шеи, разогревающая подушка для позвоночника. Массаж такими приборами не только расслабляет мышцы и снимает боль. Это антистресс, укрепление иммунитета, релаксация. После такой терапии, говорят специалисты, сон будет легким и крепким. Помимо массажеров купили беговую дорожку и велотренажер. Все благодаря выигранному гранту на оборудование лечебного спортзала. Не во всех медицинских утверждениях сегодня есть такой комплект, набор, когда можно прийти и ноги подлечить, и там, и там. Ну, изумительно. Я бы хотел пожелать только вам всем удачи. Пользоваться аппаратами можно бесплатно. Они расположены по адресу Беляева, 7. Там можно будет получить и рекомендации врачей. Пока что зал будет работать каждый понедельник и четверг с 11 до 15 часов. Полина Жданова, Андрей Печоркин. День с толком. Старый мост через реку Обь все еще закрыт для проезда автомобильного транспорта. Ремонтные работы там планировали завершить 31 июля, но срок ограничений сдвинули еще на месяц, до 31 августа. По словам представителей Западно-Сибирской железной дороги, а именно РЖД является заказчиком проводимых работ, подрядчик не успел справиться в срок из-за погоды, а точнее проливных дождей в июле. На старом мосту, который, напомню, еще с 13 года является аварийным, им сейчас обновляют металлические конструкции, удаляют коррозию. Это своего рода реставрация, которую, по заверению специалистов, необходимо проводить раз в 8 лет. Все это позволит продлить срок эксплуатации моста и не допустить чрезвычайных ситуаций. Добавлю, что работы проводят с 10 вечера и до 6 утра. Именно на этот период и ограничено движение транспорта до 31 августа. Влияет на его состояние, безусловно, в плане, потому что коррозия, она может разведать металлические конструкции и тем создавая угрозу безопасности движения. Но сейчас такого нет. И чтобы этого не допустить, как раз и нужны такие работы, которые проводятся примерно раз в 8 лет. По тех стандартам, тех технических требований, которые у нас в нашей дороге существуют, мы проводим. Ну а нашему корреспонденту Илье Кочеткову земной транспорт теперь не нужен. В следующем году он отправится на Марс. Правда, пока виртуально. На микропластинки, размещенные на аппарате, который отправится на Красную планету, разместят его имя. Об этом свидетельствует особый именной билет-сертификат. Вместе с ним таким же образом в символическое путешествие отправится по меньшей мере 9 миллионов жителей Земли. Все они участники акции, которую организовало Американское космическое агентство НАСА в преддверии запуска исследовательского корабля «Марс-2020». Желающие могут бесплатно зарегистрироваться на специальном сайте, их имя внесут в особую базу и затем нанесут на пластину размером с монету. Сделать это можно до 30 сентября. По статистике сайта, самыми активными марсианами являются жители Турции, Индии и Соединенных Штатов. Там число участников уже превысило миллионы. Ну а вот россияне не особо активны, чуть больше 100 тысяч человек. Аппарат отправится в космос ровно через год, следующим летом, и уже в феврале окажется на поверхности Марса. Одна из главных задач такой миссии – поиск признаков жизни на Красной планете. Ну, через несколько секунд о погоде на земле. Спонсор прогноза – компания «Валар». Но у меня к этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе, в социальных сетях Инстаграм, Вконтакте и Фейсбуке. Там не только новости, но и розыгрыши с призами и жизнь нашей редакции насыщенная и забавная. Смотрите, подписывайтесь. До встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok